Казахстан ограничил ввоз украинского мяса курицы. Первоначально претензии были предъявлены к тому, что в птице содержится слишком много влаги и микроорганизмов. Но затем заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Гульмира Исаева заговорила о нечестной конкуренции. По ее мнению, казахстанским производителям угрожают недобросовестные импортеры. Себестоимость одного килограмма мяса птицы не может быть ниже 360 тенге. А на сегодняшний день украинская птица поступает по 213 тенге. Конечно же, те, кто реализует продукцию, с удовольствием будут брать дешевую, накачанную водой и фосфатами продукцию. Засилие идет некачественной, зачастую по демпинговым ценам продукции импортного производства, которую недобросовестные поставщики и производители буквально скидывают на наш рынок. Официальная Украина с этими обвинениями не согласна и пытается их опровергнуть. По мнению Министерства аграрной политики продовольствия Украины, условия хранения птицы были нарушены уже на территории Казахстана. Государственные органы Украины решили провести собственное расследование, но были вынуждены самостоятельно ограничить поставки не только в Казахстан, но и в другие страны таможенного союза – Россию и Белоруссию. В этом и состоит суть всей куриной интриги. Россия пытается заставить Украину вступить в таможенный союз, но правительство Украины готово лишь к сотрудничеству в роли наблюдателя. При этом Киев делает все, чтобы вступить в зону свободной торговли с Евросоюзом и подписать с Европой соглашение об ассоциации. Москва эту инициативу хочет пресечь, угрожая украинскому импорту. Обычно таможенные воины ведутся в открытую. Так, недавно главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, а по совместительству основной борец с импортом, ввел запрет на ввоз с Украины продукции кондитерской корпорации «Рошен». Но на этот раз Россия решила привлечь к таможенным маневрам еще и Казахстан. Дело в том, что ограничения, введенные на импорт в Казахстане, автоматически распространяются на весь таможенный союз. А для Украины эта угроза уже совершенно другого порядка.